Всем привет, это Бостон! Сегодня у нас на обзоре и разборе катка одного из сильнейших ланселотов мира. Хотя на самом деле это катка в принципе одного из сильнейших игроков на ассасинов по миру. Он на данный момент не только топ-1 ланселот в мировом рейтинге, а также топ-1 хаебуса и занимает седьмое место в общем рейтинге моблы. Процент побед у него, конечно, заоблачный на всех героях. Отчасти это потому, что он играет в тиме. Но при этом личный скилл у него также на очень высоком уровне. Разберем, как он использует скиллы, что собирает и как играет в принципе. Поехали! Начал он крипинг синего, забирает его первым скиллом и подходит к реке, где идет замес за речного монстра. Фестблат сделали на союзном Атильде, он забирает речного монстра, прыгает к хуфре немного, совсем не хватает ему урона, чтобы добить хуфру, и он его даже не стал преследовать, просто отступил. Очень часто бывает такое, что преследуешь лоу хп-шных врагов и тебя самого убивают. И этот Ланселот не допускает таких ошибок. Попытался забрать ящерку, но ее добил Клинт. Начало получилось достаточно средненькое. И пока Ланселот продолжает крепить свой лес, давай посмотрим на его предметы и эмблемы. Предмет он собирает на физическое проникновение. Топор войны и удар охотника. В начале игры это суперсильная комбинация, которая будет не только увеличивать наш урон, а также снижает кулдаун наших скиллов. А ботинки он берет на увеличение магической защиты, а также снижение времени контроля. Далее он собирает бесконечную битву, которая еще больше снизит кулдаун и даст кучу других статов. И злобный рык, так как к этому времени, скорее всего, враги уже соберут физическую защиту. Финальным предметом обычно какой-то защитный предмет. Это либо бессмертие, либо крылья королевы. Интересно, что у него на Хаебусе и на Ланселоте одна и та же сборка. Только на Хаебусе он берет ботинки на увеличение скорости атаки, а на Ланселоте на магическую защиту. И в этом матче он, видимо, перепутал сборки и начал собирать ботинки на скорость атаки. Но быстро понял, что что-то не так и сменил их на ботинки с магической защитой. Хуфру подловили на Хараси, нанесли ему очень много урона и Ланселот его добивает. Это счет 1-2. То есть этот игрок в начале игры не старается выискать каких-то слабых вражеских героев, не пытался гангнуть магов или стрелков. Он просто крепил лес и как только увидел, что вражеский герой находится не на своей позиции, сразу на него напал. Тем временем на нижней линии Клинт вынес Беатрис. Мы еще не посмотрели эмблемы Ланселота, но тут все без сюрпризов. Эмблема Ассасина с третьим перком. За счет физического проникновения эти эмблемы отлично сочетаются со сборкой Ланселота. Черепаха появилась уже почти минуту назад, но у Ланселота был кулдаун на возмездии. Поэтому он тогда ее не стал забирать. А сейчас туда уже подошел Хайбуса с Хуфрой. Ланселот понимает, что файтится опасно, могут и проиграть, поэтому пошел дальше крепить лес. В это время Матильда и Ив будут мешать Хайбусе забирать черепаху. Ланселот забирает речного крипа, забирает мишку и как раз появился красный баф. Матильда и Ив в это время страхуют на черепахе. Кстати, Хайбуса тоже времени не теряет и забирает свой лес. Наверху идет замес, но Ланселот к нему пока не спешит подключаться. Забрал красный и пошел на центральную линию. Несмотря на то, что идет только четвертая минута и голды за миньонов он получит не так много, он может подпушить линию и заработать золото на щитке башни. К сожалению, совсем близко оказался Хайбуса. Как только он его видит, сразу использует ульту и отступает. И только после того, как еще раз забрали Хуфру, можно теперь забрать и черепаху. Кстати, счет по киллам сравнялся и теперь он 4-4. После черепахи Ланселот продолжает крепить союзный лес, но он еще не знает, что на него намечается засада. Как только Ланселот увидел, что в него влетел Хайбус, он сразу же использовал первый скилл и это помогло ему избежать прыжка Хуфры. Я думаю, он хотел добить Мишку возмездием, но его уже добил вражеский Хайбуса, поэтому возмездие попало по нему. Делает еще один рвок, но не попадает по Хуфре, поэтому первый скилл встает на кулдаун. Но тут подошла уже тима Ланселота, Матильда юзает ульту на Хуфре и втроем Хуфру уже будет не так сложно добить. Размен не в пользу красной тимы и им приходится отступить, а Ланселот продолжает крепить лес. Топор войны собран и можно сделать вывод, что в начале игры этот Ланселот делает ставку на фарм, то есть на получение максимального количества голды. Он не ищет файтов и активно не ганкает вражеских героев, а просто фармит голду, убивая вражеского героя только в том случае, если он оказался в плохой позиции. Забрали Сесилиана, его убил не Ланселот, но он нанес большую часть урона и заодно забрал синий баф. Он видит, что Хаебуса закрепливает зеленую точку, с ульты в него влетает, два рывка, Хаебуса в него ультует, но Ланселот прерывает в ульту вторым скиллом и в итоге минус Хаебуса. Рядом оказался Клинт, он готов отомстить за смерть Хаебуса, но Ланселот использует треуголку и Клинту приходится отступить, используя вспышку. Слишком уж много урона, Ланселот ему снес всего одним скиллом. Клинта зажали под башней, Ланселот использует ульту и минус Клинт. Очень уж маленький кулдаун на ульте у Ланселота, ее можно использовать практически по кулдауну, а когда он собирает предметы на перезарядку навыков, то перезарядка ульты становится практически как перезарядка обычного скилла. Ситуация по общим киллам выровнялась, а Ланселот идет 5-0-1, и Черепаху ему сейчас точно никто не помешает забрать. Ланселот видит, что на верхней линии поджимают Руби и вместе с Матильдой идет к ней на выручку. Матильд! Добро пожаловать! Офигенно он здесь забрал куфру, сделал несколько рывков через миньонов. Первый скилл оказался не на кулдауне, он его добил и использовал треуголку, чтобы избежать урона от Сесилина и от башни, а затем использовал первый скилл, чтобы отступить. Я заметил, он очень часто использует комбинацию треуголка, а затем сразу же первый скилл для того, чтобы отступить от врага. И во время этой комбинации по нему невозможно попасть. Далее он закрепил вражеский лес и проверил вражеский красный. Если бы красный был на месте, я думал, Ланселот бы его забрал. Снова он начинает инициацию с ультимейта, делает рывок, а пытался автоатакой добиться Сесилина, но он сделал вспышку и его добила Матильда. С такой комбинацией предметов тонкие персонажи, которые не собирают физическую защиту, отлетать будут очень быстро. Да уж, тут было такое огромное количество рывков, что Хаебуса не смог нанести вообще никакого урона Ланселоту. Урон нанесся только с ульты без стаков. Плюс рядом оказались союзники Ланса, но Хаебусе при этом удалось отступить на тень. Наверное, тяжеловато играть на Хаебусе против топ-1 Хаебуса по миру. Теперь можно вынести башню. Ланселот говорит, давайте заберем Лорда, а сам ультой подходит к ражскому Сесилину и забирает его треуголкой. Откуда такой высокий урон? Ну, во-первых, Сесилин не собрал физическую защиту. Во-вторых, Ланселот сделал 4 рывка и только после этого атаковался Сесилина с максимально настаканной пассивкой. Поэтому он его снес буквально за несколько ударов и добил вторым скиллом. Ланселот, конечно, сыграл прекрасно, сделав трипл килл, но без Руби, сделавшей вспышку в комбинации с ультой, это было бы вряд ли возможно. А теперь можно забрать и Лорда. Ланселот обычно в соло не так уж и просто забирает Лорда, но этот Ланселот избегает атак Лорда с помощью своих скиллов. И после того, как Ланселот забрал Лорда, он решил дождаться, пока Лорд выйдет с базы, а за это время пока можно закрепить свой лес и взять себе красный-синий баф. Но пока он здесь скрипится, вражеский клиент уже делает дабл-кил. На самом деле сейчас Ланселоту достаточно важно подзаработать еще немного голды, чтобы собрать злобный рык, так как вражеские герои уже подсобрали физическую защиту и ее нужно пробивать. Тоже хочу быстренько разобрать эту ситуацию. Он видит, что сзади к нему подходят вражеские герои. Он делает несколько рывков на миньонах, чтобы настакать пассивку. Использует ульту и использует первый скилл, чтобы не попасть под ульту Хуфры. А далее с полностью настаканной пассивкой наносит огромное количество урона практически всей вражеской тиме. Ну и естественно при таком перефарме у Ланселота вражеской тиме вряд ли удастся что-либо сделать. Хотя если бы они его зашатдаунили, то шанс мог появиться. Но Ланселот уже успел собрать бессмертие, да и вражеское главное здание уничтожено. По итогу 15.05 и 34% нанесенного урона. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Удачи и пока-пока.